Так, ну что, Юрий Железов, добрый вечер, так, Антон Сафронов, Добрый вечер, Ирина, добрый вечер, минус 4 под Москвой, ничего себе, так, здравие, важная информация, так, с вермальским праздником, спасибо, Сегодня у нас какое-то второе? А, так, сегодня тоже праздник, я лично поздравляю старых большевиков Архангельского области, здравствуйте, Про корневую шейку с украинцем я общался, с удовольствием пожелал мой канал, про 3.7 говорил украинский блогер, ну, что делать, говорил, значит, он так считает, Переводить не надо Так, ни один биолог не укажет вам, где находится корневая шейка, так как понятие условное относительно, и сама корневая шейка может менять местоположение в зависимости от условий Пример клоновой подувая Клоны подувая вообще не имеют никакой корневой шейки, ее просто не существует в клонах подувая А шейка корневая существует настоящая, не условная, это я теперь себя цитирую Именно у сеянцев У сеянцев Вот Только у сеянцев Когда сеянец лежит на земле, как ему полагается Вот Корень вбивается в землю Приподнимает ту часть, которая называется штамбиком Частью штамбика Все, что под землей, это под землей, все, что над землей И вот это место мы изучали с вами, кто, не все, конечно, многие из вас знают, что такое коррозия Все знают, что максимальный вред коррозии наносит на границы среда И вот когда дерево растет, оно обязательно испытывает именно на границе среда наибольший вред Значит, это место должно быть самым полезным, самым устойчивым Поэтому Природную же можно посадить саженец так, что действительно шейка, которая должна быть на уровне земли, окажется выше И это большой-большой минус Ну, мы это уже проходили Так Дальше В общем, остаемся при своем мнении Корневая шейка Это граница И при правильно посаженном семени Это граница земля-воздух И она не условная, а обязательная То есть безусловная Так, добрый вечер У меня поросли кости на 120% Ну, дожили Некоторые поросли по две штуки А сейчас мне волнует вопрос Можете доставлять, как они собственные Крупноплодные абрикосы Или их обязательно используя только как привой Три варианта Значит, можете оставить Можете потом оставить их Но взять с них веточки Не верхнюю часть, но скажем Большую часть отрезать И перенести на подвой И получить три варианта И корни собственные И использованные для подвоев Так И еще привитые Где они составляют верхнюю часть От привитого саженца Все прекрасно Здорово, когда есть варианты Что вы думаете про многосортовые деревья Пробовал, но неудача болеет Также плохо ведут себя прививки в крону Со временем погибает и прививка И более дикая ветка Совершенно верно, Александр Дело в том, что дерево Это такой механизм Знаете, сколько у него дач Конечно, пересаживают и легкие Пересаживают все Уже научились И почкой И даже печень И в легкие якобы И все Вроде собираются голову пересадить Обрубленные пальцы Пришивают обратно Вот Ну, чем меньше органов Знаете, тут когда Привой у самой земли Вероятность Что подвой Не уничтожит привой В месте сращивания На границе Вот Максимальные А когда Ну, дерево Тут там Большое дерево Там какую-то Пару почек В него Вот Поживляешь Если они родственники Ладно А если они Надо увеличить Что? Морозостойкость Для этого нужно брать Не родственников А дальних родственников Возьмите там То же самое Допустим Яблоню Сибирку И культурную яблоню С такими плодами Чего казалось бы Общего Еще привейте Крону Чего-то два А вот К чем ниже Привываешь Тем шансы растут Но тоже не факт Должна быть Специальная работа Я ее провел Но кому она надо А так Вы правы Так А то что У винограда Пять сортов Образцов У нее еще и гружа Может быть все-таки Не сильно дикая Вот Ничего не буду утверждать Не знаю Но вот когда Не зря В Европейской России Сколько я читал Советов Привываете Яблоню культурную Нанокультурную Называется Несколько сортов Из культурных Наиболее Морозостойки Понятно Там проживает Под 100% Вы попробуйте На Сибирке Без подготовки Без потрат 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 Так У кого Еще есть Аленка Валахата Она же Баранзовка Мохнатая Как много Аленки Так Ну и вопросы Так Вообще Устарел я Устарел Вообще Я думаю Есть и смысл Разбрасывать Равномерное удобрение Под крону дерева Ну Есть понятие Локальное удобрение Может даже ямку Выкопать И в него Сложить туда Дотянется Корешком Будет брать Сколько надо Ну Вопрос Не принципиальный Я допустим Сейчас Ну это В принципе Время достаточно Если взять Допустим Посадку Да Посадку Сейчас Я же не говорю Что это разбрасывают Под всей кроной Сейчас я найду Ее быстренько Ой Когда Очень хочется найти Чертва Два найдешь Чертва Два найдешь Ну хотя бы Вот эту Подобрай Видите Ну хотя бы так Скажем Ладно Возвращаемся Где были Где мы были Нет Мы не тут были Ооо Сейчас это И не тут И не тут Сейчас придется помощи Просить Стоило мне Уйти А Это Нет Нет А вот тут Мы были Оказывается Так Значит В общем Вы поняли Да Я например Вот такой способ Придержусь Такого мнения Чтобы не было И много Чтобы все Добралось До него Вот И чтобы корни Развивались Баловать Сильно Не балую Так Наверное Удобрение Компост Или навоз Оставлять Кучкой Ну когда Я допустим Косил Так У меня остается Так же Равномерное Ну то есть Это тоже Удобрение А когда Допустим Грядок С этих Там С овощных грядок Или с питомника Трава Выщипывается И уносится Оттуда Ну вот тут Бывало Гриболите Кучек Где нибудь Отступили Полтора метра А где я Вывалите Кучек Так Небзоров Небольшой отчет Привок ябл На лечок Посажен Осенью Привок 30 марта 1 апреля Только начали Просыпаться Под бутылками Что-то Долго Отцовый месяц Черешня Привок На прошлой неделе На лечок Вишни Почки Вот-вот Лопнут Сливу Привок Одновременно С черешней Движения Не видно Слива Не самая Трудная Овощ Грушу Привок 20 На волочке Кстати Вот так хорошо Идут всегда И Приводится легче И Быстрые результаты Сразу листики Сразу побеги Так что ничего удивительного Московский гигант Ну ой Вы доведите Да Подвращение Московский гигант Это будет чудо И космическое Это кстати тоже чудо И семян Зашли Усовик Вишня Волочная Остальные Молчок Ну что Будем ждать Вопрос На поверхности Оказывается Кочек и абрикос Кстати До сих пор не лопнули Как на поверхности Коскочки Выпасались Я тоже К свое время Думал Знаете Потом может оказаться Что они Незаметно От вас Выпустили Корешки Поэтому и Приподнялись Над землей Или просто Ливневый дождь Размыл Или лейка Размыл Вот Как на поверхности Оказывается Наблюдайте Павелик Здравствуйте На сегодня Среди начинают Свистеть деревья Абрикос Терешник Груша Нет пчел Есть и способ Привлечь пчел Это не ко мне У меня сад По принципу Что будет То будет Это не ко мне Мне помогает Густота Вот Есть такое понятие Ветровое опыление Насколько оно Эффективнее Я сейчас не знаю У меня было Что пчел нет А потом Нормальный выражай Вот Бывали такие Года Начинаешь думать Почему так Ну какие-то Виды Сами себя Опыляют Тут проще Там от песика До тычинки Миллиметр Что это не микрон Когда сам Себя Опыляет Винограда подсказывает Мед Расплескиватель И вперед Так По итогам зимовки Думаю Лучше При осени Пересадки Груш Яблони Обрезку Осенью Не делать Ну Я тоже Так думаю При осени Не При Пересадке Я считаю И делать Но это Ваше мнение Вам виднее Весной Провести Обрезку Как обрезать Осенью Погибает Больше Отмороза Чего Не обрезать Ну тогда Смотрите Идеального Нету Осенью Не обрежешь Плохо Приживается Плохо Обрежешь Приживается Лучше Но рано Тоже плохо Пооставляем До весны Зачем тогда Вообще Осенью Переносить Это Осенью Лучше Тогда не Пересадку Вот и все Третий вариант Забыл сказать Отчет Салтайского Края Это мы Про что Говорили Ага Ну что Кто-то Лопнуло Что-то Не лопнуло Так Понятно Алексей Наград Смотрел ваше видео Как вы привили Корневые Отводки Своему саду А не сопреты Корневые шеи Садятся Не пошли На холмики Так Посмотрим Что ответит Алексей Андрей Латвия Всем здравствуйте Валерий Здесь Сидели По ночам Заморозки Да вы что Совсем Что за климат Поменялся Местные Абрикосы За цвили Двадцатых Чисок Персики Еще раньше Цветы До сих пор А цветы Абрикосы Вы между Все начисто Хоть так А персикам Хоть бы что Да они крепче Это удивительное дело Но персики Я рассказывал Как у меня 2018 год Абрикосы Почти все Погибли Цветы А персики Хоть бы хны Все наоборот Абрикосы Ваши Селекции Только начинают Зацветать Но тоже Даже полузакрытые Цветы Замерзли И персики От вас Тоже На такие Чихали И тут Хоть бы что Ну Нужно Скажем Врач У тебя персик Ну Наши персики Тут все таки Больше Даже Диковинный Чем абрикос Абрикосы Да Если у вас Каждый год Такой Я вам не завидую Обидно Что Когда Минус Четыре Пять Деревья Не гибнут Я бы все Попорвал Они будут Расти И расти А это Я вспоминаю Саратов Но казалось бы Что тебе Что надо Середина России Да Каждый год Мне писал письма Чернышок Он же ученый Он же мой друг Вот уже Пять лет Абрикосов нет Сараты Вот уже Шесть лет Абрикосов нет Сараты Грустно Ребята Вот Кстати В этом году Я все Сужу самозорства Тоже без абрикосов Хорошо У меня в погребе Стоят Много Много банок Полных Косточек А то Я бы Тоже Сейчас Нервы Мотал Так Слева И выплевают Точнее На холмлё Высажены Даже На уровне Земли Слева И выплевают Китайские Слева Очень Прочные Вот пока Что Что могу Сказать А другие У меня И скотчик Никогда Не было Только китайские Уссурийские Так У нас Ничего Груши Привитые Корневые Отводки Выплели А груши Они Должны Выпить Их Надо Садить Так же На холмы Как Так же Как Абрикос Слева Не видел Чтобы Выплевали Может быть Есть Такие Которые Выплевают Грутовые Воды На какой Глубине На участке Это Следующий Вопрос Да Действительно Надо Учитывать Да У меня Средней Польшевости Груши Одно Типа Культурное На то Что Пять Образцов А Ну Культурное Конечно Нет Чего не Прививаться Культурное Культурное Много На Алтай Было Снега Вода Далеко Это Семенова А у Семенова Что Было Так Ну Все Ребята Мы Наверное Сегодня Закончили Все Вопроса Больше Нет В принципе Время Уложились Так Прощаемся До следующей Субботы Посмотрите Что здесь Насчет Семена И Последние Семена Еще Кто-то Ну Видите Где-то Еще Чуть Не То Что Зима Еще Не Поздно И Получить Посадить Косточки У кого Есть Неудач Семечки Кое-что У меня Еще Имеется За Слову Берите Вот Сюда Нажимаете Там Про Сырые Про Сухие Я Там Выше Рассказывал Где Есть Можно Заказать Ну Так По Принципу Лучше Сразу Чем Потом Окажется Чем Окажется Что Потом Просто Нечего Будет Заказывать Я Все Жду Замальского Вроде Все Друзья До свидания Спокойной ночи Антон Валерьевич Присылите Мне Ссылку До свидания До следующей Субботы 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 Субботы